И всем привет, ребят, с вами Mr.Banker, сегодня я описываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня вместе с вами мы обсудим продвижение Танкофонда, поделюсь с вами очень интересной информацией по ходу всего этого Танкофонда, так как появился в моем использовании, да, мне показали такой вот интересный сайт, на котором есть полная статистика Танкофонда, и вы сами сможете тоже следить на этом сайте за тем, как двигается Танкофонда, и теперь, если честно, у меня даже в моменте нету мнения о том, что Танкофонда могут стопорнуть, так как там записывается почасовая прибавка Танкофонда, но только если там на Танкофонде что-то не залагает, то почасовая прибавка Танкофонда записывается на этом сайте. В общем и целом в этом видеоролике все покажу, ну а если вы ждали видеоролик по Танкофонду, если вам нравятся подобные роды видеоролики, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком, забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игровая аккаунтика, используя тему личный такток темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. И я в свою очередь зашел на еще один очередной аккаунт, чтобы приобрести Танкофонд, как я и говорил, что во всех видеороликах, в которых я буду записывать обзоры на Танкофонд, я буду приобретать спецухи с Танкофондом, и сегодняшний видеоролик не исключение, и сегодня мы вместе с вами также приобретем этот замечательный Танкофондичек. Что касаемо Танкофонда, то на сегодняшний момент времени мы пробиваем восьмерочку, мы пробиваем 8 миллионов, и это выглядит очень и очень неплохо, учитывая тот факт, что вчера Танкофонд рос не супер жестко, то сегодня уже 8 миллионов 200, и мы практически добиваем, а вернее уже добили все припасы, и выходим на новые интересные награды. Ну и также у нас наконец-таки начал расти бустер, да, наконец-таки появились цифры по нему, и все-таки есть уже прибавки, да, в виде рублевого эквивалента. Непонятно пока что только, этот фонд турнира это общее вложение в бустер, и либо это уже тот процент, который будет идти игрокам, которые играют в турнир. Вот я не могу понять вот этого только, да, то есть, либо это общее вложение всех купленных бустеров. Ну как будто бы, если это общее вложение всех бустеров, то тогда немножечко это будет мало, да, поэтому я думаю, что это все-таки уже тот процент, который идет игрокам, которые играют в турнир, да, и это уже копится. То есть вопрос только, сколько это от общей суммы, процентов 5 или 10, я думаю, максимум, не будет там больше, ну и тогда вы можете уже посчитать, сколько общее вложение бустеров, сколько уже купили, да, то есть если это 5%, то там уже сумма поинтереснее, если это 10%, то тогда получается в этот бустер вложило порядка 60 тысяч рублей, да, поэтому пока что непонятно какой это процент, будет ли потом в дальнейшем понятно какой процент, не знаю, но информация вот такая вот. Так, дальше, что я хотел еще сказать, танкофон потихонечку набирает, если вы еще вдруг его не приобрели, то обязательно можете его приобрести прямо сейчас, ну и вот у нас появился вот такой вот интересный сайт, который мне подогнали, на котором, как я уже сказал, видна полная прогрессия танкофонда и то, сколько танкофонд набирает ежедневно. То есть есть здесь полностью вся статистика, да, каждый час практически, да, вот этот вот рост и вот здесь почасовое изменение танкофонда, да, сколько здесь идет каждый час. То есть здесь видно, что каждый час есть прибавление, соответственно, стопорников по танкофонду не было, был вот единственный стопорняк, например, вчера, да, в 5 часов, но потом он резко стрельнул в 6 часов на большую цифру, то есть это значит, что где-то что-то там, ошибку какую-то ловит и оно не прибавляет в танкофон, да, то есть вот чаще всего здесь вот где не показывается, сколько прибавляется в танкофон, потом идет стрелка. Значит, у меня нету вопросов к тому, что может, например, там удерживаться какая-то цифра, либо она будет недостоверная, да, то есть по сути сейчас танкофонд растет правильно, как он есть, как его покупают, так, в принципе, прибавка к нему и идет. То есть исходя вот из этой информации я четко это вижу, да. Да, дальше, на этом сайте можно посмотреть абсолютно все, я честно не знаю, кто его сделал, да, но это какой-то англоязычный пользователь, да, танкист, ну и в целом выглядит все очень круто, если он, конечно, поймет, что я сказал, то сайт бомба, просто very wonderful видос, ой видос, какой видос, сайт, короче. Так, что у нас дальше? Здесь можно посмотреть также аналитику по тому, сколько прибавляется каждый день в танкофонд, да, то есть вот, например, за пятый день было 600 тысяч, за шестой день 766 тысяч прибавилось, то есть прибавилось впервые больше, чем в промежутке, да, то есть за вчерашний день было только всего лишь 600, за седьмой, ой, за пятый было 600, за шестой уже 766, то есть у нас даже вырос рост танкофонда относительно вчерашнего дня, ну и здесь также написана информация, сколько приблизительно остается дней до получения какого-то определенного приза, то есть вот, например, до шафта с подавлением у него на сайте написано, что осталось 3 дня 13 часов приблизительно, то есть через 3 дня 13 часов у него по прогнозу мы уже заберем этот замечательный шафт и будет 11 миллионов, но понятное дело все еще зависит от того, насколько большое количество игроков будет покупать танкофонд и исходя из того, как он сейчас поднимается танкофонд, у него тоже есть статистика, то что танкофонд наберет 24 916 тысяч, то есть 25 миллионов танкофонд наберет из той прогрессии, которая идет сейчас, да, на сегодняшний момент времени, но учитывая тот факт, что есть ждуны, которые сидят и ждут какие-то призы, то есть вероятность того, что как только мы доберемся условно там до первого устройства, либо там до какого-нибудь кризиса, либо броника, да, то есть набор танкофонда станет больше и соответственно тогда появится прямая, прямой шанс выйти на как раз таки 30 миллионов. Я до сих пор считаю, что это реально, но в принципе даже его статистика в виде 24, ну практически 25 миллионов, это значит вот здесь вот мы закончим с первым скин ключом и по сути со всеми интересными устройствами, за исключением устройства на жигу, я считаю, что это даже в таком случае будет очень и очень выгодно, учитывая тот факт, что например скин ключ можно расценивать как 700 танкоинов, плюс хорошее устройство, плюс 60, 90 ультраконтейнеров за 1400, плюс еще дополнительные 3 устройства, кризис броник у кого нету, плюс еще, сколько тут, 35 недельных контейнеров, даже, даже 45 недельных контейнеров, да, получается, 45 недельных, даже 50, 50 получается, 50 недельных контейнеров и 90 ультра, я считаю, что это супер вложение за 1400 танкоинов, и тот, кто до сих пор этого не делает, тот, ну просто не понимает, наверное, и покупает только боевые пропуска, ну покупайте боевые пропуска тогда, ребяточки, если вы считаете, что здесь вы получите значительно меньше, а за боевой пропуск вы получите там свои 15 жалких контейнеров, то покупайте боевые пропуска, вам, как говорится, никто их не запрещает брать, ну и, что у нас здесь еще есть интересного, что-то здесь было еще, архив, а, ну вроде как все, да, получается, здесь почасовое изменение можно смотреть, ну и здесь получается полная стата танкофонда в зависимости от того, как он идет, да, ну и у него есть вот такая вот предиктед фунт, то есть это плюс-минус та наклонная, по которой идет танкофонд, и если учитывать и следовать вот этой вот наклонной, да, если следовать этой наклонной, сейчас я обновлю, а то я что-то куда-то тыркнул, если следовать этой наклонной, то можно тоже посмотреть, через сколько дней мы доберемся до того или иного приза, да, то есть вот если вы просто идете по этой наклонной, то вы можете, как говорится, по этому предиктеду уже посмотреть, когда будет, в какой день, какая награда, то есть очень, в принципе, такой интересный сайтик, да, учитывая тот факт, что здесь собрана, ну практически вся статистика, которая есть, да, и эта статистика может помочь многим в приблизительном подсчете, ну и плюс у меня лично после видения того, как продвигается танкофонд, у меня не остается никаких вопросов о том, что здесь идет честность набора его, да, то есть если у меня были какие-то вопросы, да, и я там склонялся в моменте к тому, что может быть там танкофонд в каком-то моменте просто возьмет и автоматически перестанет расти, да, то есть, ну, просто его застопорят, чтобы бустера актуальность была, то сейчас, исходя из того, что я вижу, я вижу, что здесь все растет плюс-минус четко, да, и то даже где стопорится танкофонд по каким-то причинам, да, вот здесь вот явно какая-то была ошибка, была проблема, потом идет палка хорошая вверх, соответственно, можно понять, что этот весь период все равно учитывается в этом значении, и здесь нету никакого стопора. Как-то так, пишите, что вы думаете, ссылочку на этот сайт оставляю в описании, да, надеюсь, что нету здесь никаких сторонних тем и это не какая-то скамовая тема, потому что, ну, в принципе, я ничего здесь такого не нашел, вроде как четкий, добротный, качественный сайт, да, без никаких лишних моментов, никакую вам информацию дополнительную здесь выкладывать не надо, соответственно, вы также можете просто зайти и последить за тем, как будет расти танкофонд. Ну и пишите, что вы думаете по поводу танкофонда, приобрели ли вы его, если вы еще до сих пор его не приобрели, то обязательно покупайте, пишите все свои мысли по этому поводу, поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и участвуйте в розыгрыше, по тайгу буквально две недели остается до его итогов. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!